Всем привет! Сегодня я расскажу о DJI UV системе, который я недавно обзавелся. До этого я пользовался аналоговой системой на очках FATSHARK RCV922, а также аналоговым шлемом Cobra X. На этом же шлеме я немножко опробовал HD систему под названием OpenHD. На ней я слетал там на 1,5-2 километра. По уровню сигнала был в принципе еще запас и можно было более далеко, но в тот день дул сильный порывистый ветер и я не решился далеко летать. Ну и собственно сам герой так сказать обзора VGA FEV система. У каждой этой системы имеются как плюсы, так и минусы. В этом видео я разберу основные плюсы и минусы каждой из этих систем, насколько я могу о них судить. Аналоговая система. Первый это ее плюс, это дешевизна, потому что камеры недорогие, передатчики недорогие, как есть бюджетные модели, так и топовые модели. Любая мощность там от 25 мВт до 1,5-2 Вт сейчас есть модели. Также там управление по Smart Audio сейчас появилось. Очень удобный функционал. В общем выбор большой и цена небольшая, что позволяет, если большой парк моделей, то более экономично, так сказать, оснащать их FPV системой. Второй несомненный плюс это вес и размеры. Все-таки аналоговые передатчики более компактные, чем у OpenHD и DJI FPV. Третий плюс аналоговой FPV системы это OSD. Все-таки аналоговая OSD, хоть и не совсем графическая, так сказать, не совсем красивая, но достаточно функциональная для полетов. Там есть в принципе все, что нужно. Да, там нету ИЛС и прочих средств для посадки, но этой информации достаточно для того, чтобы вернуться обратно по приборам, так сказать. Следующий плюс это большое количество разнообразных антенн, как патчей, так и всенаправленных антенн. В общем система существует давно и за это время антенн появилось очень много. Следующий плюс аналоговой системы это дальность полета также как и OpenHD. На аналоге можно улететь спокойно на 50, 60, 70, 100 километров, потому что вы свободны в выборе антенн, вы свободны в выборе мощности, у вас больше свободны в этой системе. Пожалуй это были основные плюсы. Теперь минусы аналоговой системы. Первое это конечно же разрешение и четкость картинки. Тут безусловно аналог аутсайдер. Второй минус это нестабильность при помехе, проще говоря. То есть когда залетаешь даже за маленькие препятствия, сразу появляется снег, помехи и так далее. Да, если у вас там патчи или более чувствительные приемники на очках или в шлему, то это маленько спасает ситуацию, но все равно эти помехи есть и они маленько портят так сказать экспириенс. Пожалуй это основные минусы аналоговой системы на мой взгляд. Теперь по OpenHD. Первый плюс и он же весьма спорный по сравнению с DJI FPV это цена. По сути, если, по сути, для того чтобы использовать OpenHD вам нужны какие-то HD приемники, какие-то HD очки. Если брать какие-то навороченные Skyzone, Fat Shark, то они в принципе по цене будут стоить столько же, сколько и DJI FPV очки. Чуть подешевле. Если же брать те же самые Cobra X, да они недорогие, но все-таки очки это другое, это не шлем. Очки дают больше погружения, как ни крути. Поэтому если нацеливаться на максимальное погружение, то цена будет примерно как и DJI FPV, может быть чуть пониже конечно, но то на то и выйдет. Второй плюс это дальность полета. На OpenHD вы практически не ограничены в дальности. Все зависит от передающих антенн, от принимающих антенн, от мощности передатчика, от чувствительности приемника, от количества приемников. То есть вы там можете делать что угодно, можете летать на 50 на 70 100 километров. Есть такие полеты. Я конечно далеко не летал, такого опыта нету, но я знаю, что это возможно. Третий плюс цифровой системы OpenHD на мой взгляд это OSD и возможность его записи, что немаловажно. OSD потрясающее, по функционалу оно такое же как и аналоговое, даже за счет того, что оно цифровое. Оно гораздо качественное, гораздо лучше воспринимается, более красиво воспринимается. Вот у OSD на OpenHD это шикарная штука. Поговорили про плюсы OpenHD, теперь про минусы. Куда без них? Минусы конечно же есть. Первый главный минус это даже не сложность создания этой системы в постройке, в то, что ее паять надо. В принципе, если читать внимательные инструкции, факи и иметь какие-то навыки, пайки и подбора компонентов, то проблем тут не возникнет. У меня все заработало почти что с первого раза. Там у меня были проблемы, чтобы подружить камеру Xiaomi по HDMI через HDMI CSI конвертер с малинкой, но по совету Константина Хомченко в группе в Телеграме OpenHD пользователей он мне подсказал, помог и все заработало. В основном проблем никаких не возникло, используя рекомендуемые комплектующие. Проблемы возникают уже в поле, потому что все-таки там куча проводов, провод качкам, важно его не сломать, не поломать, разъемчики всякие разные. Важно все с собой взять, не забыть дома где-то там. То есть для меня это был, пожалуй, основной плюс, что очень сложно раскладываться в поле. Не то, что просто одел шлем, включил аппарат и полетел. Второй минус у PNHD это задержка. Для самолетов это, конечно, не критично. Там задержка была, наверное, в порядке около 200 миллисекунд. Может быть там даже 300 миллисекунд. В принципе, на управление самолетом это сильно никак не сказывается. Посадка при такой задержке тоже нормально осуществляется. Ну вот, для квадов это будет какой-то проблемой. И побороть это практически пока что невозможно, эту задержку. Да, там есть разработки платы на NVIDIA Jetson вроде как. Но, учитывая стоимость этих плат, стоимость этого OpenHD будет равна DJI FPV. И последний, пожалуй, минус OpenHD это битрейт. То есть, если на DJI FPV системе там битрейт под 50 мегабит в секунду, то OpenHD хорошо, если получится 5-8 мегабит. Ну а теперь плюсы DJI FPV системы. Первый, основной плюс, конечно, это качество картинки. Тут она впереди планеты всей, впереди OpenHD и тем более впереди аналога. Второй плюс это удобство использования. Все, что нужно спаять, подключить это питание к Air-модулю и настроить телеметрийный порт и настроить OSD. Биндинг передачка и приемника там осуществляется с помощью кнопочки простой. То есть, тут все просто элементарно и не требует каких-то особых навыков. Третий плюс это удобство использования системы. Очки хоть и тяжелые, но компактные довольно-таки. Не нужно с собой там подключать некие провода, кроме провода питания. То есть, очень удобно использовать. Загружаются очень быстро. Очки, конечно, загружаются в течение 10-15 секунд. А Air-модуль стартует практически моментально. На этом, пожалуй, преимущества заканчиваются и начинаются недостатки. Куда же без них. Первый недостаток это, конечно же, цена. Второй недостаток это ограниченная дальность полета. Причем она в основном ограничена программно, насколько я знаю. И составляет от 13, по-моему, до 17 километров. Но даже такого расстояния для моих целей, для моих задач, более чем достаточно. Частично этот недостаток можно обойти с помощью установки патч-антенн, которые также имеются в продаже. У меня очки уже пришли с этими установленными патч-антеннами от iFlight. Очки я покупал в БУ с ЕБ. Также существуют всякие разные хаки, которые позволяют увеличить мощность передатчика от 700 до 1200 мВт. Что также увеличивает дальность передачи и стабильность приема картинки. Третий недостаток перед первыми двумя системами это OSD. Оно намного более бедное, чем у OpenHD и у аналогового FPV оборудования. Ну, в принципе, позволяет довольно-таки нормально летать. Хотя, конечно, что аналоговое, что у OpenHD, OSD более информативное. Следующий недостаток это закрытость системы. В случае с OpenHD вы можете какие-то свои функции допилить, а в DJI вы ничего сделать не можете. И велика вероятность, что DJI просто забросит этот продукт и не будет его дальше развивать. В частности, тоже OSD. Вряд ли можно ожидать каких-то там улучшений. Пожалуй, на этом все. Вот такое вышло любительское сравнение трех FPV-систем. Аналоговый, DJI и OpenHD. Если было видео информативно, полезно, ставьте лайк. Подписывайся на канал. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok